Мы плавно переходим от вибростанка, ссылочка на который находится вот здесь, к бетономешалке. Чтобы вручную не замешивать, я так понимаю, Иван сделал бетономешалку, правильно говорю? Ну, все видели, что процесс замешивания раствора очень трудоемкий. И нужна механизация, бесспорно нужна механизация, поэтому сразу же родилась идея, а не сделать ли бетономешалку. И опять же, из всех подручных материалов была 200-литровая бочка, был редуктор, нашелся электродвигатель. У Ивана тут много можно чего найти, я заглядывал в его мастерскую. Зайти голым и выехать на танке? Да, практически, да. Мы ее выдвинуть никак не сможем, да, сейчас? Сможем. Сможем, да? Как раз бетономешалка мобильная, и можем перемещать на любое расстояние. Кстати, и тот мини-трактор, который изготовлен, с легкостью ее перетащить в любое место. Ссылочка на мини-трактор находится здесь. То есть, 380 здесь, да? 380 электродвигатели промышленные. Поэтому особо останавливаться на этой машине не будем, потому что изюминки никакой нет. Просто индивидуальная такая конструкция. Сейчас. Нет, ну давай мы там и лопасти посмотрим. Вот как раз лопастей еще нет. А, лопастей нет. А все остальное, значит, было изготовлено привод с электродвигателя на редуктор. Оказалось, очень много оборотов. Получилось где-то 120 оборотов. Это много для смесительной камеры. И пришлось изготовить еще один понижающий контур. То есть, с электродвигателя на шкил и с малой звездочки на большую звездочку. Получилось примерно столько оборотов, сколько нужно. Ну, то есть, ты это никак не рассчитывал? Нет, методом проб и ошибок. Методом проб и ошибок. Понятно. Примерно расчет делал, значит, полторы тысячи оборотов. В камеру скажи, пожалуйста. Примерно расчет-то делал. А когда на практике испытания прошли, видно, что много оборотов получилось на бочке. Ну, сейчас провели. Так, мы ее сейчас запустим? Запустим. Для выгрузки сделаем рычаг. Сделан рычаг и это вот легко. Может быть, легко. А с грузом, не знаю. Ну, если усилия одного человека не доставит, сделаем еще один рычаг и два человека наверняка все это получится. Так, а колесная пара откуда это у тебя? От жигулей? Сейчас на металлометре нашел выброшенные ступицы. И сейчас, если раньше была проблема, значит, с резиной, то сейчас отработанных покрышек баллонов пруд пруде на станциях техобслуживания. А на таких прицепчиках она будет вечная. Да, это однозначно. И сваренная рамка, это все из кусочков сваренной. Не то, что взято где-то готовое, а последовательно сегодня я обрезал эти брусы на следующий день. Ну, то есть, это из какого-то там бросового металла? Все из бросового, из случайного. Все, что там нашлось, да? Еще повторюсь, что бочка времен Советского Союза. Бочка-то, кстати, какая-то толстостенная. Толстостенная. Ты усиливал сам ее вот этими кольцами? Не-не-не, это стандартная бочка. Мне кажется, тут миллиметров 8 она, а то и больше, блин. Я обрезал только еще одну часть. Вот такая была. Ну вот так вот. Ну вот сейчас что, включим? Давай включим, да. Как эта машина работает. Я думаю, что в бочке качественнее перемешается. Обозначен. Что же, ну прекрасно? Со смесью не запускать? При загрузке смеси запускать нельзя, да? Нет, ну все бетономешалки сначала запускаются, а потом туда закидывается смесь, насколько я знаю. Да, по-любому можно при работе загружать и добавлять, и изменять концентрацию. Я думаю, что... Отлично? Вот такая машина. Отличная бетономешалка? В паре с формовочным станком, бетономешалка, результат должен быть положительным.